Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня понедельник, вторая неделя Великого Поста, 6 марта по новому стилю или 21 февраля по старому. Божественная литургия сегодня не совершается, и сегодня церковь творит память. Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского IV века, преподобного Тимофея Олимпийского в символях подвижника VIII века, святителя Георгия, епископа Амастритского VIII-начала IX века, священномучеников XX века, Александра Веслянского, Даниила Алферова, Григория Хлебунова, Константина Пятикрестовского, пресвитеров, диакона Павла Широкогорова и мученицы Ольги Кошелевой. Прославляется икона Божией Матери Козельшанская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы поминаем сегодня пастыря XX века, священномученика Григория Хлебунова. Он родился в 1873 году в селе Шуватова Симбирской губернии в семье крестьян Никиты и Татьяны Хлебуновых. Первоначальное образование он получил в сельской школе, а остальное дополнилось самообразованием и церковным воспитанием, полученным в семье. По бедности семьи он переехал из села работать в город Астрахань, где познакомился со своей будущей женой Дарьей Степановной. Душа Григория Никитича влеклась от светских занятий к служению Господу, и он устроился псаломщиком в храм в селе Басы Астраханской губернии. В 1917 году, когда произошел Октябрьский переворот, он принял твердое решение посвятить свою жизнь служению церкви и с этого времени стал целеустремленно готовиться к принятию сана. В 1921 году Григорий Никитич был рукоположен во священника и два года прослужил в храмах Астрахани, а в 1923 году был направлен служить в храм в честь Руднинской иконы Божией Матери в селе Началово Астраханской области, где и прослужил до своего ареста. Приехав на новый приход, отец Григорий сразу же стал узнавать, кто из прихожан придерживается православия, а кто готов перейти к обновленцам. С этим вопросом он стал обходить дома крестьян. Председателю сельсовета показалось подозрительным, зачем священник ходит к крестьянам и что-то записывает. Отец Григорий не стал удовлетворять любопытство председателя, и тот просил прокурора открыть против священника уголовное дело. Материалов для обвинения отца Григория оказалось недостаточно, и дело было прекращено. Отец Григорий был ревностным пастырем и мужественным проповедником. Собрав много духовных книг, он давал читать эти книги прихожанам, так что в доме у него образовалось нечто вроде библиотеки. В 1929 году началась коллективизация. В Крещенский сочельник 18 января 1930 года в селе состоялось собрание, на котором был поставлен вопрос о том, чтобы снять колокола и отдать их в переплавку. Но присутствующие выразили категорическое несогласие с этим. Впоследствии власти усмотрели в этой дружной поддержке церкви результат деятельности священника. В конце января 1930 года секретарь местной партийной ячейки направил заявление уполномоченному ОГПУ по Астраханскому району, где писал, что вокруг священника собралась целая группа кулаков, и в результате их работы на всех общественных собраниях высказывались явные антиколхозные выступления, исходящие от лиц, теснейшим образом связанных с церковью. 3 февраля 1930 года отец Григорий был арестован. Вместе с ним были арестованы и несколько крестьян. Отец Григорий был заключен в тюрьму при Астраханском ОГПУ и здесь допрошен. Ответив на вопросы следователя, касающиеся его лично, батюшка сказал, «Больше показать ничего не могу и не покажу ни при каких условиях, считая грехом говорить о других». На 22 февраля 1930 года местные власти наметили выселение изначалова семей зажиточных крестьян, лишенцев и разграбление их имущества. В связи с предстоящим выселением, а также с целым рядом предшествовавших ему арестов, обстановка в селе достигла крайнего напряжения. Вечером 22 февраля, когда руководство села и местные партийные руководители собрались в здании сельсовета, к зданию стала подходить толпа крестьян, мужчин и женщин, твердо намеренных не допустить изгнания односельчан. Лишенцев и крестьян среднего достатка поддержали и бедняки. Один крестьянин отобрал ключи у церковного сторожа и, взобравшись на колокольню, ударил в набат. Со всего села к сельсовету устремились люди. Какая-то женщина, схватив багор, оборвала протянутые между столбами телефонные провода. Часть толпы ринулась во двор сельсовета. Здесь, на дворе, сразу же были убиты два члена сельсовета. Крестьяне, проникнув внутрь здания, стали бить и убивать всех, находившихся внутри, а тех, кто выпрыгивал в окно, добивали стоявшие снаружи. Мятеж против большевистской власти продолжался около двух часов, и в результате шесть человек были убиты, а десять ранены. Было разгромлено здание сельсовета и уничтожены все документы. Советская власть в селе Началове практически прекратила свое существование. На село опустилась тревожная зимняя ночь. Все понимали, что власти не замедлят прислать карательный отряд. Кто-то советовал и его встретить в открытом сражении, кто-то стал покидать село. Наутро прибыл отряд красноармейцев, и начались аресты и допросы. Следствие, по которому проходили обвиняемыми 43 человека, велось в сверхэкстренном порядке, и через четыре дня после восстания 27 февраля было завершено. В число обвиняемых были включены и те, кто был арестован ранее, 3 февраля, еще до мятежа, и среди них отец Григорий, хотя у сотрудников ОГПУ не было никаких доказательств виновности священника. В обвинительном заключении они написали, «Данными следствия установлено, что несмотря на то, что выступление 22 февраля произошло стихийно, подготовка к такому выступлению против советской власти со стороны указанных лиц велась давно, с этой целью ведя работу чрезвычайно законспирированно. В деле подготовки выступления руководящую роль играли попы и церковники». 28 февраля тройка ОГПУ приговорила 14 обвиняемых, и среди них отца Григория, к расстрелу. Священник Григорий Хлебунов был расстрелян 6 марта 1930 года в пригороде города Астрахани и погребен в безвестной общей могиле. Святы, священномученичи Григория, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!